Для пострадавших от паводка жителей Уилска в районе Актюбинской области возводят 178 домов. Большинство из них строят в селе Каратал. Там сейчас находится наш экспондент Наталья Салькова. Наталья, здравствуйте. Как продвигается строительство? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, Гульдана. Да, действительно, сейчас мы находимся в сельском округе имени Шиганака Берсеева, а именно Аули Каратал. На своих кадрах вы сейчас можете видеть, как выглядело село во время весеннего паводка. Тут было все затоплено водой, жители эвакуировали, они находились в районном центре. И вот так село выглядит сейчас. Оно напоминает одну большую строительную площадку. Дома здесь возводят практически на каждой улице. А я напомню, что во время весеннего паводка здесь подтопило 210 жилых строений. 132 дома признали непригодными для проживания. На их месте возводят новые. 60 семей пожелали переехать в готовые дома. Еще 18 семьям, чужелек подлежало ремонту, выплатили компенсации. Что касается строительства, то в селе в настоящее время работают 12 подрядных организаций. Готовность домов на разных этапах. Где-то жилье готово на 50%, где-то на 70-80%. Отмечу, что во время паводка пострадали и социальные объекты. Подробнее об этом до эфира нам рассказал Аким сельского округа. Давайте послушаем. Во время паводка затопило подвал школы. Сейчас на объекте проводят капитальный ремонт. На эти цели выделено 290 миллионов тенге. Помимо этого, текущий ремонт проводим в интернате. У нас будет новый детсад. Также проведем капитальный ремонт спортивного комплекса. Всего в Уилском районе во время паводка потопило 328 домов. 307 из них признали непригодными для проживания. Для 129 семей приобрели готовые дома. Остальные ждут окончания строительства. На этом у меня все. Наталья, благодарим вас за информацию. Это наш был корреспондент Соктюбе Наталья Салькова.